Магнитогорский Металлург сумел прервать свою серию неудач и одержал третью в нынешнем чемпионате домашнюю победу. В матче с Ярославским Локомотивом хозяева ни разу не были в роли догоняющих. Не проиграли ни одного периода и впервые в сезоне смогли забросить пять шайб. Порадовался долгожданному успеху и наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Локомотив, как и Металлург, неудачно начал сезон и уже успел сменить главного тренера. По ходу нынешней выездной серии ярославцы уступили и в Челябинске, и в Екатеринбурге. Но несмотря на более чем серьезный настрой соперника, магнитогорцы уверенно провели стартовый период, перебросали гостей 10-7 и с первой же попытки реализовали большинство. Брэндон Козун нанес бросок, Николай Кулемин оказался самым расторопным на подборе, сделал своевременную передачу Денису Расмусену и тот с помощью рикошета от клюшки защитника отправил шайбу в ворота. Этот гол был важен еще и потому, что численное преимущество Металлург не мог реализовать 5 матчей подряд. Это именно то, что нам нужно делать всегда, поскольку я убежден, как раз после отскоков забивается большое количество шайб, мы должны больше бросать и активно идти на добивание. А вот во втором периоде доминировали гости. Они несколько раз надолго запирали магнитогорцев в их зоне, хорошо контролировали шайбу, проводили эффектные позиционные атаки. И ответная шайба выглядела вполне логичным результатом этого давления. Ее автором на 32-й минуте стал ярославский швед Антон Ландер, здорово бросивший издалека. Но его соотечественник всего через 118 секунд оформил дубль. Голевую атаку начал Григорий Дронов, Никита Рожков после входа в зону оставил шайбу партнеру, и Расмусен великолепным кистевым броском послал ее в дальнюю девятку. В последние игр 5-6 хорошо начинаем, мы не всегда хорошо заканчиваем, но хорошее начало всегда должно в каждой игре, чтобы почувствовать войти в игру, и чтобы игра, когда ведешь счете, легче играть. В заключительном отрезке «Локомотив» также имел преимущество и уже в дебюте снова восстановил равновесие. Свою первую шайбу в КХЛ забросил Николай Аверин. Но вскоре гости во второй раз остались в меньшинстве, и Иван Верещагин отметил возвращение из лазарета очень важным голом. Денис Расмусен набрал третье очко в матче, а Николай Кулемин вновь хорошо поработал перед чужими воротами. На пятачке поймал свою удачу и Денис Паршин. После поперечного паса Владимира Галузина Сергей Мазякин нанес бросок, а Паршин, стоя спиной к воротам, классно подставил клюшку. На исходе встречи свое численное преимущество реализовали и ярославцы. Шведский день в магнитке продолжил дублин Ландер. В оставшееся время «Металлург» справился с финальным штурмом соперника, Расмусен мог заработать хет-трик, но, как и Евгений Тимкин, не попал в пустые ворота. А вот Николаю Кулемину это удалось. 5-3. Долгожданная победа магнитогорцев состоялась. Мне кажется, в российских хоккее все-таки и «Металлург» – это вещи неразделимы. И мы, конечно, все вместе очень рады. Я думаю, не только болельщики «Магнитки», но и весь наш хоккей за то, чтобы «Магнитка» оставалась такой системной командой, которая, в общем-то, и существует. Двум командам нужны были очень очки и выходить из ямы, поэтому очень... Не сказать, что по накалу, а просто в голове, наверное, очень сложный матч был для нас, я думаю, и для «Локомотивы» тоже. Молодцы, что выиграли, молодцы, что кусались там, и большинство сработало. И это ловили на себя, то есть убились. Следующий матч команда проведет дома 5 октября против Нижегородского «Торпедо». Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.